к нам опять пришла зима вчера резко понизилась температура хотя новый год мы встречались плюсом плюс 5 плюс 6 было везде слякотно все черное кругом было вчера с утра уже вот 3 получается января уже было минус не помню сколько но прям хороший минус 10 вот как-то так и сейчас держится минус снежок вчера немножко пошел а сегодня вот с утра идет такой достаточно густенький хоть и не крупный снежок вот так что нужно чистить опять доставать свою супер лопату ну а мы уже все подъели дома и хотим съездить в магазин хотим шашлычка сын приехал своей семьей хотим шашлыка пожарить и продолжать смотреть сериалы редкие машины редкие люди встречаются по пути интересно что в магазине где есть люди тоже наверно уже типа нас подъели все приедут за едой а вообще конечно тишина в городе в общем встретили мы новый год дома своей семьей там сходили на вечеринку к своим друзьям 1 числа целый день лежали отсыпались начали смотреть сериал 2 числа мы поехали в деревню к моей маме у нее день рождения так традиция каждый год мы 2 числа ездим в деревню поздравлять ее 3 числа приехали домой ну и вот сегодня 4 числа решили что вся семья в сборе им нужно что-то кушать поехали вот в магазин закупить кое-каких продуктов я все эти дни ленилась вот прям по-настоящему валялась на диване ничего особого там не готовила так все спонтанно было кто-то членов семьи готовил по очереди в общем мы это делали хотели шашлык до побжарить потом не захотели на улице разводить мангал как-то баба горит холодно на улице мы тут южные люди не привыкшие к морозам вот и мы купили вот короче кусок шеи свиной сейчас ее порежем ну аля на стейке замаринуем и потом хотим пожарить на гриле на таком на электрическом на домашнем гриле так тут у меня кашица из лука просто две луковицы крупные перемолола это в блендере в измельчителе и хочу сюда положить соль вот и сейчас обмажем кусочки и оставляем мариноваться часика чем дольше тем лучше но у нас нет много времени часика на 3 полежала в луке соль и мясо сгребаем большую часть лука иначе он будет гореть смажем маслечком растительным можно оливковым любым и хотим вот эти специи использовать приправа для грелия шашлыка яркий нью-йорк в недавнем видео я вам показывала что закупила много специй и эту в том числе могу сказать что обалденная специя советую берите очень вкусно и ароматная приготовили фольгу мясо сколько готовилось 10 минут на максимальный на третьем режиме не знаю как температура вот и теперь надо завернуть и пусть оно пока поддыхает 10-15 и кладем следующую порцию нас 4 человека пока мясо готовится я тут немножко зеленушки приготовила у меня был целый огурчик большой его порезала и замариновала лучка хоть и он и синий лук все равно такой вот островатый поэтому я его порезала полукольцами это мясо шумит в гриле на фоне положила на дуршлаг и под холодной водой прямо так вот пожмякала его рукой вода лилась а я его жмякала чтобы ушла лишняя горечь а потом добавила соль сахар уксус какой-нибудь не ядреный меня вот яблочное есть и масло растительное и все постоял немножечко буквально весь минуты и вкуснятина закусках мясо просто великолепная готова у нас вкуснятина выглядит и и запах просто божественный вот так у нас получилось вкусненько очень так что мы будем продолжать праздновать до 5 числа я вообще не хотела ничем заниматься действительно просто отдыхала но в такие очень загруженные декабрьские дни я планировала что в новогодние праздники займусь каким-нибудь творчеством ну во первых я вышивала я вам некоторое время назад показывала свои вышивки и еще одну работу мне удалось закончить сейчас с удовольствием хочу поделиться с вами своей находкой для творчества это так называемый пера маркер это выжигание без выжигательного аппарата я о нем узнала случайно также увидела в обзорах в интернете в ю тубе и заказала его еще в декабре и вот наконец-то дошли мои руки чтобы спокойно посидеть позаниматься потворить красоту у меня такая идея украсить некоторые деревянные предметы на кухне рисунками я взяла разделочную доску немного и и пошкурила потому что мои все доски они смазаны маслом наношу рисунок я могу это такой по крайней мере такой примитивный рисунок растительный нанести от руки если вам сложно то можно воспользоваться трафаретом легенько наношу рисунок карандашом на доске и потом по этим уже линиям повторяю рисунок пиромаркером я выбрала доску деревянную а вообще пиромаркер работает на дереве на крафтовой бумаге на картоне даже на джинсе и на коже как он работает очень просто внутри этого маркера специальный не токсичный раствор который реагирует на тепло в общем нужно нанести рисунок и затем его нагреть температура нагрева должна быть достаточно высокой обычный фен здесь не подойдет нужно использовать либо строительный фен вот как у нас либо газовую горелку либо зажигалку для сигар где достаточно мощная поток огня и температура или использовать духовку или микроволновку и смотрите прямо на глазах творится волшебство магия какая красота получается я вообще я в восторге от процесса и от результата нагревали мы в течение трех минут чтобы вот так проявился четко ярко рисунок разделочную доску я покрыла оливковым маслом и еще четче проявился рисунок самого дерева и рисунок который я нанесла с помощью пиромаркера получилось невероятно красиво это моя первая работа пробная но она меня очень порадовала пиромаркер очень экономично расходуется я думаю что мне хватит его еще надолго на много разных работ дочь тоже очень заинтересовалась так что будем творить красоту это правда очень увлекательно безопасно и мне кажется для детей очень увлекательное занятие и что-то новенькое ссылку для вас оставлю под видео я брала на озон 5 января мы решили встретиться с друзьями уже все дома на были належались на смотрели с телевизора ну и мы решили встретиться пообщаться обменяться поздравлениями новостями ну и в общем уютно спокойно и вкусно посидеть за эти праздничные дни мы уже что только не ели и кажется уже закончились праздничные блюда всякие и захотелось но во первых чего-то жиренького и я решила одно из основных блюд у нас будет солянка я поставила отваривать три вида мяса сначала хорошо вымочила его здесь у меня свиное сердце индейка и свинина первый бульон всегда сливаю промываю мясо промываю кастрюлю заливаю чистой водой и варю мясо до готовности а сейчас подготавливаю остальные ингредиенты которые мне будут нужны для солянки но это сосиски режу мелким кубиком соленый огурчик на сковородке у меня уже пассируется морковь отправляю все по очереди к моркови сначала огурец тушу с огурцом минут десять затем добавляю сосиски и томатную пасту добавляю сюда же немного бульона из кастрюли и тушу минут 15 затем мясо когда сварилась я его все достаю нарезаю мелким кусочком отправляю обратно в бульон и туда же вот эту зажарку в самом конце варки добавляю какую-нибудь копченость сегодня у меня грудинка копченая и немного колбаски копченой мелким кубиком в кастрюлю все даю покипеть буквально несколько минут и солянка готова подаю солянку всегда со сметаны и ломтиками лимона но это очень вкусное сытное такое зимнее блюдо если вы никогда не готовили такое блюдо попробуйте приготовить вам точно понравится а может вы как и я забыли про существование этого вкуснейшего первого блюда вот вспомнила и прямо в тему нам было после новогодних праздников вторым основным блюдом у нас был плов плов такой мясной нажористый скажем так с тремя видами мяса здесь у меня баранина свинина и говядина но всего понемножку рис на постоянной основе у меня националь для плова мне он очень нравится как он ведет себя во всех принципе блюдах но и в плове особенно поэтому и сейчас будем его использовать когда мясо немного обжарится добавляем много нарезанного полукольцами лука затем а морковь нарезанная брусочками и специи специи у нас смесовые это грузинская специя очень ароматная такая немножко остренькая дополнительно еще насыпаем зиру конечно же добавляем соль и засыпаем рис заливаем кипяченой водой горячей накрываю крышкой и до готовности к плову и солянке я сделаю еще несколько закусочек и сейчас поделюсь с вами этими идеями у меня будут тарталетки трех видов а наполнение этих тарталеток будет такое это отварное яйцо натираю на терке добавляю немного чесночка потом вот такую вот икру это санта бремор с копченым лососем и немножко майонезом тарталетки у меня вафельные вот такие чудесные первый раз мне такие попались я купила здесь целых 33 штуки они мне очень понравились такие на один укус и также мне будет три разных дополнения к ним это икра палтуса вот она черная затем это имитированная красная икра и мидии мидии были просто отварные замороженные их разморозила замариновала добавила немного чесночка соевого соуса и растительного масла ну и вот получается вот такая вот вкуснятина в итоге у меня получилась целая большая тарелка вот таких вот закусочек на один укус и еще сделала брускетты здесь у меня чиабата я ее немного подсушила в гриле смазываю творожным сыром затем выкладываю по нескольку ломтиков вяленых помидоров это у меня колбаска фуэт она очень вкусная такая вот ароматная и с ярко выраженным вкусом и еще хамон хамон продается вот уже нарезан такими супер тонкими длинными пластинами я из них формирую такие веера назовем их так и выкладываю поверх брускетты также я решила все брускетты посыпать измельченным грецким орехом ну и сверху немного зеленушки укропа получилась такая моя импровизация из того что было в холодильнике в праздничном холодильнике конечно же у нас нет на постоянной основе в ежедневной жизни таких продуктов вышло все очень красиво и очень вкусно все съели с удовольствием также на столе у меня было несколько видов солений домашних ну во первых это вот такой перчик очень вкусного посола он деликатный такой не очень острый и маринованные огурчики также собственного посола мама нас угостила эти соления отлично идут в сочетании с пловом и еще одна такая закуска тире салат который отлично подходит к плову она состоит из маринованного лука уже показывала я как его делаю и помидоров под маринованный лук отдельно я сделала помидорки у меня коктейльные я их нарезала ломтиками все это перемешиваю постоит буквально несколько минут и и получается очень вкусный салат ну и вот такой у нас был стол сытный вкусный не я бы не сказала что здесь какие-то праздничные блюда но закуски да можно при урочике к любому празднику эти варианты закусок но оплов и солянка достаточно повседневные блюда но тем не менее я постаралась их сделать максимально вкусными с разными видами мяса заполняю тарталетки начинкой которые чуть ранее сделала в общем было все очень вкусно и эти блюда еще мы не ели в этом новом наступившем году конечно же мы пили вино болтали смеялись потом пошли вечером гулять провожать гостей ну и в общем мы друг друга провожали несколько раз и как раз по морозцу прогулялись сегодня рождество всех с праздником телеграм поздравляла а сейчас вечером у нас билеты куплены заранее идем на концерт рождественские встречи у нас дека в городе погода у нас настоящая рождественская мороз сегодня ночью был 20 градусов мороз вот но и сейчас уже тоже хороший такой мороз да лёлька лёлька все время просится в дом полежать на теплом полу да лёличка моя моя девочка вот моя умница и красавица вчера ходили у нас калядовали ребята много было детей так приятно приходят рассказывает колядки разные мы решили заехать в храм сегодня рождество зайти хотя бы на минутку полюбоваться красотой поблагодарить господа нашего бога за то что мы все здоровы и попросить чтобы новый год прошел благополучно для нашей семьи для всех нас это храм в нашем районе он совсем недалеко от нашего дома находится здесь всегда очень уютно очень красиво всегда устраивается вот такой красивенный вертеп в праздничные рождественские дни внутри храма я не снимала но там тоже очень красиво и нарядно все украшено и не и не и темно еще и не светло так как мы идем сейчас концерт мороз щиплет за нос пять минут вокруг елочки походили и вообще у меня все от отморозилось конечно надо теплее одеваться вот минус 17 видно у нас в дк тут аншлаги столько всего интересного вот спектакль обыкновенное чудо необыкновенное чудо будет мы уже ходили на него потрясающий спектакль вообще все спектакли поставлены у нас в дворце культуры невероятно интересные я всем советую ходить на все вот будет призрак оперы легендарный мюзикл фантом но к сожалению билета уже давно нет мы не успели купить во первых а во вторых 14 января мы пойдем на квиз на здесь что щелкунчик на щелкунчик мы ходили прошлом году не знаю эта постановка или нет но мы ходили а мы пришли вот на рождественские встречи на и ей и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok